Мурманск. Мурманск-то военный. Парк, скверы, главная площадь. К 40-м годам была включена в жизнь парашютная вышка около Дома культуры Кирова. Именно таким был Мурманск, самый большой город планеты за полярным кругом. С первых же дней войны он стал прифронтовым. К ее завершению от него почти ничего не осталось. Мурманск стал вторым после Сталинграда по количеству взрывчатых веществ на квадратный метр территории. За 18 дней наступательной операции Мурманск удалось освободить от натиска фашистов. Девятый этап эстафеты «Салют победе» рассказывает о подвиге его защитников. Задача эстафеты как раз рассказать о войне, рассказать, что было на самом деле в тех местах, где были ожесточенные бои. Чтобы ребята узнали больше истории своей страны и были готовы защищать ее. Символы эстафеты, копию знамени победы, медаль за оборону Заполярья и морскую фуражку времен Великой Отечественной войны всю неделю принимала у себя Руза. Именно здесь во время войны шли ожесточенные бои. Солдаты насмерть отстаивали Москву. Поэтому к патриотическому воспитанию в Рузе особое отношение. Прежде всего проводились тренировки военного парада в честь Дня Победы. Потом были проверены, проконтролированы, подготовлены памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Проводились уроки мужества. Во многих школах открыты парты героя. И прежде всего посвященным участникам Великой Отечественной войны. Участники концерта показали театрализованные и танцевальные номера. Исполнили песни военных лет. А символы девятого этапа эстафеты памяти вновь вернулись на Одинцовскую землю. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.